Фонячие машины. После аварии на японской Фукусиме в Россию хлынул поток зараженных радиацией автомобилей. Только по официальным данным за два года сотрудники таможни задержали около тысячи ядовитых иномарок. Как зараженные машины попадают на российский авторынок? Как выявить радиацию? И что делать, если ваша праворукая иномарка фонит? Покупайте машины из Армении, которые идут из Японии радиационные машины. Армения заказала у японцев радиационные машины 400 тысяч. Эти машины Армении справа руль ставят налево, за дешевой цене продают Дагестану мусульманам, чтобы дагестанский народ, как говорится, заразился от радиации вот этого отхода. Когда включают печку, радиация идет в салон, и все люди могут быть от рака заболеть. Не покупайте армянские машины, эти машины вообще отравлены от радиации в Японии. Этот автомобиль житель Благовещенской Сергей Бурмага выбирал долго и придирчиво. Однако Сергей в последнее время сильно сомневается в безопасности японских авто. В любом случае это будет автомобиль, либо утопленник, либо распил, либо радиационный автомобиль. Что это такое? Ну это вы представляете, вы сидите в автомобиле, радиационный фон, ну так сказать, мягко говоря, как будто вы пришли сдавать флюорографию делать. Хочу рассказать свою историю о том, как я съездил в Армению, приобрел себе автомобиль. Вот, думаю, эта информация сейчас актуальна и будет много кому полезна. Хочу рассказать и поделиться своим опытом. И мы пошли на авторынок. Вот здесь, конечно, я немножко подрастроился. Искал машину для себя. Рассматривал такие автомобили, как... Точнее, я рассматривал много автомобилей, а нашел только первую Hyundai Lantra. Такой салончик, хорошее состояние, опрятное. Ну, по морде она битая была, конечно. Вот это левое крыло, капот. Ну, цена хорошая, 6500. За 6500 ты близко не найдешь в таком состоянии. Дальше Hyundai Santa Fe. Третий вариант нашел для себя. За 6500 отдают. Santa Fe седьмого года. С пробегом 131 тысяча миль. Полностью в заводской краске. Нет в ней одной крашенной детали. Из того всего плава, что я уже сегодня увидел. Это очень достойный вариант. Очень достойная цена. Toyota Camry. ArcX Zio Toyota. Ну, как уже я и сказал в видео. Hyundai Lantra. Уже думал почти покупать. В таком состоянии у нас нету. Ну, поехали на подъемник, подняли. А у него сварен подрамник из двух частей. Это я увидел сам. Ну, я отказался от этого варианта. Дальше Hyundai Santa Fe. Мне очень понравилась машина. Как вы видели в видео уже, то, что она по кузовщине в идеальнейшем состоянии. Ну, как потом оказалось, начал проверять. У нее стучит мотор. И она утонула. У нее был water. Вот. Дальше Toyota Camry. Ну, просто такой хлам. Такого хлама я даже у нас не видел. Они покупают их на аукционе Copart. Вот. Вот восстанавливают там вообще за копейки. Так убого, так уныло. Они все косые, кривые, блин. И продают намного дороже. После аварии на японской атомной электростанции Fucusima в марте 2011 года в Россию потоком хлынули машины, пораженные радиацией. За два года таможенники задержали около тысячи ядовитых автомобилей. Еще столько же изъяли фонящих запчастей. Реально крутой образец того, как армяне продают автомобили. Идем смотреть Hyundai Solaris. Чета это. Чехлы дешманские стоят. Ну да, пробег за 200 в этой тачке. У него чип даже стоит, который я сейчас сниму. Только эвакуаторы могут везти его. Ну и хозяин хитрожопый. Продолжение следует...